Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили шокирующие новости о певице Наталье Королевой и печальной о ее сыне Архипе Глушко. Сегодня утром известные российские актеры, народные артисты России, такие как Александр Ширвент, Юрий Антонов, Александр Домогаров, Вячеслав Добрынин и Никита Михалков подали жалобу в Генеральную прокуратуру России против руководства Первого телевизионного канала из семьи певицы Натальи Королевой. Известные актеры обвинили Константина Эрнста, Наташу Королеву и Сергея Глушко в информационном обмане, который направлен против российского населения. Совсем недавно семья певицы Наташи Королевой оказалась в крайне щекотливой ситуации и буквально опозорила себя на всю страну. В прямом эфире одного из телевизионных ток-шоу Наталья Королева заявила, что не имеет понятия ни о каком убийстве ректора Института культуры и ее сын Архип Глушко находятся на свободе. В студии прямого эфира появился специальный приглашенный гость, криминальный авторитет Константин Ромашко, который находился в одном изоляторе с Архипом Глушко. Он полностью развенчал обман Натальи Королевой и предъявил неопровержимые доказательства, что Наталья Королева обманывает российское население, а ее сын находится в следственном изоляторе. Известные артисты требуют возбуждения уголовного дела против Натальи Королевой и Константина Эрнста за постоянную ложь, которая появляется на телевизионных каналах. В частности, известные артисты выдвинули следующее обвинение. Артисты обвиняют Наталью Королеву, что после ареста сына Архипа Глушко, обвиняемого в убийстве ректора Института культуры, певица за колоссальные деньги добилась своего постоянного появления на центральных каналах телевидения и телевизионных шоу. Никита Михалков и Александр Ширвинс считают, что нужно наказать и Константина Эрнста, который допустил дезинформацию и беспредел на первом канале телевидения. В частности, Никита Михалков, Александр Домогаров и Юрий Антонов жестко прокомментировали ситуацию, которая возникла на телевизионных каналах. Цитата. Как можно допускать семью певицы Натальи Королевой на центральные каналы телевидения, вне зависимости от того, идут ли программы в записи или в прямом эфире? Мы требуем немедленной смены руководства Первого канала, а также прекратить подобные показы певицы Натальи Королевой в телевизионных программах в связи с тем, что ее сын Архип Глушко находится под следствием и является убийцей уважаемого человека ректора Арсения Миронова. Помимо этого, Вячеслав Добрынин и Александр Домогаров обвинили семью певицы Натальи Королевой в доведении композитора Игоря Николаева до реанимации и прединфарктного состояния. По некоторым данным, в прямом эфире одной из телевизионных программ, когда Игорь Николаев развенчал всю правду о сыне Натальи Королевой, певица резко ответила российскому композитору, после чего ему стало плохо. Также телеграм-канал Криминальная сводка России сообщила печальные новости о Архипе Глушко. Несколько дней назад сын певицы Натальи Королевой был переведен из общей камеры в одиночную, в связи с тем, что скоро начнется судебное заседание по обвинению в убийстве ректора института. Молодой человек до последнего момента пытается избежать наказания, но, по словам главного прокурора города Москвы, ему не помогут никакие хитрости. Сын Натальи Королевой потребовал, чтобы ему провели медицинскую экспертизу в связи с психическим состоянием его здоровья. Однако после вмешательства врачей Архипа Глушко нашли абсолютно психически адекватным человеком, что еще более усугубляет его ситуацию. В связи с этим он получит уголовное наказание по полной программе, без всяких снисхождений.